Меня зовут Лиза. В проекте «Человек. Место вещей» с самого начала. Он начался 24 марта 2015 года. Нам пресендовала этот проект Елена Леонидовна. Она рассказывала нам о том, что в этом проекте мы сможем посещать многие мероприятия, заводы всякие разные, места учебы нашей будущей, в которых, возможно, мы в скором времени будем учиться. В этом проекте также проходила танцевальная школа. В ней я впервые узнала о таком стиле танца, как патпинг. Он мне, кстати, очень понравился. Это такие движения, немного заторможенные, но потом они резко становятся плавными. И, в общем, это круто. Также в этом проекте мы принимали участие в презентации его. Она проходила 2 апреля. Мы звали разные школы, и люди нам были совершенно незнакомы. Они проходили тесты на стереотип. То есть человек-человек, человек-техника, человек-художественный образ. Каждый мог найти свое место в будущем. Я была помощником куратора «Человек-художественный образ». Мы общались с совершенно незнакомыми нам людьми, узнавали их интересы, то, чем они увлекаются, в каком они классе обучаются. В основном все были старшеклассники с 9-11 класса. Впервые я начала общаться с такими разными незнакомыми совершенно людьми, и они мне уже не кажутся такими страшными, как раньше казались. Я думаю, что «Человек-место-вещь» для меня это… «Человек» это я сама, «Место» это то, куда, возможно, я поступлю, а «Вещь» это то, что мне поможет это сделать. В проекте «Человек-место-вещь» я, к сожалению, была не с самого начала, но успела побывать на летнем форуме, который мне очень запомнился. Была еще на танцевальной школе, в которой я узнала много новых направлений и попробовала себя в них. Это мне тоже очень запомнилось. И последнее, в чем я участвовала, это была ярмарка в интердизайне. Мы пели, веселились, играли, провели время на ура. В итоге «Человек вместо вещь» — это хороший проект. Он мне очень понравился, и я в нем открыла много нового для себя. Ну, это танцы, потому что я узнала много новых направлений и стала танцевать лучше, так можно сказать. Научилась как-то реализовывать свои фантазии в дело, ставила номера, ну, пробовала. Вроде получалось неплохо, тоже огромный плюс для меня. «Человек вместо вещь» я был не с самого начала, но он мне понравился тем, что проходил форум на территории городского театра, проходил форум на тему «Художественный образ города», где я участвовал в секции журналистики. Описывать я умел не очень, но в форуме я научился все более точнее по действиям людей описывать какую-либо информацию. Мы ездили на экскурсию образования и карьера на выставку, где мы смогли подумать о своей будущей профессии. После этого мы начали готовиться к ярмарке в интердизайне, в которой мы веселились и играли. Меня зовут Катрин, в проекте я самому началу, и этот проект помог мне пересмотреть свои возможности и способности. Вместе мы посетили много интересных мест и создали мероприятия, в которых могли проявить себя. Из особо запомнившихся я бы выделила флешмоб, потому что я раньше не принимала участия в таких мероприятиях, и тут я смогла проявить себя в новом направлении. И было очень страшно выступать перед большим количеством людей, но я переборола себя, и у меня все получилось, так думаю. И я хочу сказать спасибо большое Арине, которая курировала нас, очень помогла нам. Человек для меня — это все мы, наша личность. Место — это где мы можем творить, что-то новое создавать и говорить что-то другим. А вещи — это большое понятие, и я не знаю, как описать. В общем, это все вокруг нас, то, что мы можем делать. Меня зовут Александра, в проекте «Человек-место. Вещь» я совсем недавно. Меня сюда притащили мои друзья силком, но я им очень благодарна за это, потому что я узнала много нового в этом проекте. Больше всего мне понравилось мероприятие «Экофорум». Там я узнала, как можно помочь окружающей среде, и даже маленькие шажки человека помогают улучшить наш мир. Благодаря нашему проекту я смогла выбрать несколько профессий, которыми я хотела бы заняться в своей жизни. Но какой-то одной я не смогла выбрать, поэтому я хочу, чтобы «Человек-место. Вещь» продолжался для того, чтобы определиться. В проекте «Человек-место. Вещь» я с самого начала от проекта получила много положительных эмоций. Больше всего запомнился летний молодежный форум «Практикум», на котором мы выявляли художественный образ города. И так получилось, что я была в музыкальной секции. Было очень интересно работать с ребятами. И также запомнилась две танцевальные школы летние. Благодаря им я узнала много новых стилей и научилась даже танцевать некоторые движения из них. «Человек-место. Вещь» — это человек, это я. Место — это где я нахожусь. Ну, например, веранда. А «Вещь» — это когда мы что-то вместе делаем. Меня зовут Надя. Я в проекте «Человек-место. Вещь» не с самого начала. Но этот проект позволил мне узнать наш город лучше, узнать людей, которые нас окружают. Мне запомнились больше всего мероприятия. Это точка сбора, где мы ночевали в палатках, где нам рассказывали интересные истории. Я была в уличной секции. Мы научились делать пирамиды из людей. Это было очень трудно, но мы делали. «Человек» — это те люди, которые нас окружают. Место — это для меня замок или веранда, потому что в этих местах больше всего происходит интересного. А «Вещь» — это... Я не знаю, что это. Это, наверное, то, что мы делаем на веранде, в замке. Мы поддерживаем веранду. И мне это очень нравится. Меня зовут Максим. Я в проекте «Человек-место.Еще» недавно, но для себя я много приобрел благодаря этому проекту. Мне запомнила школа танцев, в которой нас многому учили. Для себя я много приобрел. На День молодежи мы танцевали в флешмоб, и для меня это было что-то новое, потому что я ни разу не выступал перед многим количеством людей. Еще запомнилась экскурсия в Калининград на телевидении. Там было очень здорово, было много профессий. Меня зовут Рома. Я в проекте «Человек-место.Еще» уже давно. Я побывал вместе с этим проектом на многих мероприятиях. Были очень интересные экскурсии. А больше всего понравился летний лагерь в замке Георгенбург. Этот лагерь мне понравился тем, то, что мы готовили еду сами, ночевали в палатках под небом, вам так сказать, и занимались всем сами. Проект «Человек-место.Вещ» дает множество возможностей. Можно попробовать себя в чем-то новом, научиться у тех, кто это уже делает давно. Здравствуйте, меня зовут Артур. Я музыкант. Участвовал в проекте акции «Человек-место.Вещ» и в общем деятельности «Верянды». Запомнил все тем, то, что было много разных мероприятий, которые давали шанс человеку как-то себя реализовать. Лично для себя мне понравился больше всего и музейной ночи, и вот сам форум, то, что давал нам кучу возможностей. Как я уже сказал, что я музыкант, и, естественно, хотелось бы реализовать, как скажем так, такие свои проекты в этих мероприятиях. И мне, скажем так, это удавалось. Конечно, друзей было много, и сами люди приходили, интересовались тем, то, что было там. Ну и, естественно, для того, чтобы помочь молодежи развиваться, я приглашал друзей, знакомых, даже бывало и родителей, ну и друзья-друзей-друзья-друзей. Человек, который помог это все сделать, ну это, безусловно, наша Арина. Или, можно сказать, человек, это каждый из нас. Место, место это замок, веранда, ну и, собственно, площадка, это, может быть, любой участок нашего города. А вот насчет вещи, это вот самое сложное, можно сказать. Ну да, можно гитару взять. Просто в руки гитару, и вот тебе и вещь. Меня зовут Света, я была на многих проектах в рамках «Человек, место, вещь», и больше всего мне запомнился третий летний молодежный форум «Практикум.сбора». Я была шесть секций, я была в кулинарии. Мне это дало много навыков, и я стала больше готовить дома. В общем, проект мне понравился, и я не только кулинарии научилась, то есть я стала разбираться чуть-чуть побольше в искусстве, и мне, ну, я познакомилась с многими людьми, и мне это очень сильно понравилось. «Человек, место, вещь» — это как человек, у которого есть какая-то вещь, и он ее делает, например, в каком-то месте, которое ему интересно и приятно. Меня зовут Илья. Участие в проекте «Человек, место, вещь» для меня стало неожиданным. Я попал совершенно случайно. Погласили на поездки, ездили в Технополис, в агропромышленный колледж, в павильонный... экспоцентр. В «Балтик-экспо», кажется, да. Ну, «Человек, место, вещь» — это способ, один из способов для людей найти себя, найти чем заниматься, то, что тебе нравится. Больше всего у меня запомнилась поездка на «Балтик-экспо». Всевозможные тестирования от разных учебных заведений области. Эти поездки дали мне кучу информации, которая будет полезна мне в дальнейшей жизни. Меня зовут Сузанна, и так совпало, что мой приход на веранду совпал с активной деятельностью проекта «Человек, место, вещь». И сразу меня включили в различные проекты, мероприятия, такие как на День молодежи. Мы делали совместный флешмоб. Для меня это было первое мероприятие такого масштаба и такого формата. Мне было необычно попробовать что-то новое, попробовать себя в новом амплуа, но мне понравилось. И я стала дальше участвовать в этом проекте, хотя и не подозревала, что в принципе в нем участвую. Особенно мне понравился и запомнился третий молодежный форум «Практикум. Точка сбора», где для меня вообще все открылось с новой стороны. Мы жили в палатках, я никогда не практиковала такой опыт, и для меня было это очень новое. Я научилась ставить палатки, чтобы они не падали, наконец-то их не сдувало по ночам. Мы делали много невероятной работы, у нас всегда кипели мозги, но нам это очень нравилось. Нравилось совмещать места, образы, легенды и воплощать их как-то. Понравилось то, что я сперва была в секции журналистов, но потом как-то неожиданно для самой себя переметнулась в другую секцию. Работала на два фронта, это было весело, это было зажигательно, это самое яркое воспоминание, которое, наверное, думаю, это лучший момент в проекте «Человек. Место. Вещь». А если говорить про экскурсии, в которых я участвовала, то больше всего мне запомнилась экскурсия на Технополис. Тем, что когда попадаешь на этот завод, попадаешь в нанотех, ты оказываешься как будто в какой-то другой реальности, где в альтернативном будущем, где уже все построено, где все роботеризировано, где идет невероятно какое-то производство, и тебе сразу хочется там работать, в этой атмосфере. Там очень атмосферные люди, которые проводили для нас экскурсии, говорили с нами на нашем молодежном языке, и это было здорово, это было замечательно. И вообще я рада, что поучаствовала в таком проекте, как «Человек. Место. Вещь». Пусть он и не определил еще мое, так сказать, будущее, кем я стану, но участие было очень полезно для меня. Меня зовут Слава, и я в проекте «Человек. Место. Вещь» совсем недавно, так скажем, заскочил на последнем вагоне, на последний вагон. И, знаете, мне очень понравился этот проект, даже несмотря на то, что я был на последнем только проекте, так скажем. Я ездил в «Технополис», и мне там очень понравилось. Да, там очень было атмосферно. Даже сами люди, которые там были, рассказывали очень атмосферно и очень интересно. И вся территория, близлежащая именно к «Технополису», была невероятно технично, невероятно красиво. Даже если зайти в главный корпус, мы можем увидеть так, как многие, если знают, как устроена компания та же Google, главный офис компании Google, то они поразятся, что в таком небольшом городе, как Гусев, устроено практически то же самое. Очень красиво так же. Мне кажется, что «Человек. Место. Вещь» это такой проект, который помогает людям определиться со своим будущим. Что им делать в будущем? Какие вещи, поступки делать? И мне кажется, будущему поколению это гораздо больше в будущем поможет определиться, что им нужно и что они будут делать далее. Меня зовут Галя. Я участница проекта «Человек. Место. Вещь». «Человек. Место. Вещь» это очень интересный проект, из которого я узнала очень много нового, очень многому научилась. Работала в замке целый сезон, проводила экскурсии. Я участвовала в театре «Белая роза». Также поучаствовала в различных других проектах. Проект «Эко-город», где мы очень много узнали про экологию. На форуме побывала, на веранде. Это было очень интересно. Мы ездили на судостроительный завод, были на выставке профессий «Балтик-экспо». Также, проводя время в замке, я очень много узнала нового о городе, узнала, какие есть здесь достопримечательности, которые я не знала, потому что сама приезжая. Я попробовала сама себя в роли экскурсовода, мне это очень понравилось. Также я узнала не только о самом городе Черняховский, но еще немножко о области. Мы были в рейде, мы пешком ходили на разные исторические места, такие как замок Зоалау, на битву, пригроз Егерсдорфе. Это было очень интересно, очень здорово. Я пообщалась с разными интересными людьми, узнала очень много нового не только о городе, также о нашей области, о разных профессиях, о людях. Это было очень интересно. Также, для чего нам нужны исторические ценности, про историю очень много интересного. И меня это так завлекло, что, мне кажется, я останусь здесь на очень долгое время. Здравствуйте! Я Бажана Вороза. В рамках проекта «Человек. Место. Вещь» провела две танцевальные школы современного танца. Проект явился для меня профориентационным в плане кураторства. Это был мой первый опыт наставником. Очень любопытно, очень интересно. Одно дело, когда ты занимаешься сам и постигаешь танец, его мастерство, тебе это нравится. И совершенно другое дело, и совершенно другие эмоции, чувства, когда ты учишь этому других людей. Когда ты наставляешь их, когда ты советуешь, с чего лучше начать, зачем это нужно. И танец, он является не просто механическим движением, он является философией жизни. Очень многие вещи, такие как любовь, дружба, понимание важных вещей, можно прививать через танец. Мы с ребятами целых две школы, это две недели, учились не только танцевать, но и ощущать этот мир через танец. Знакомились с городом, выходили на городские площадки, готовили флешмоб и говорили о том, что для нас дорого. Я думаю, что в рамках профориентации это очень важно в том плане, что танец открывается совершенно с другой стороны. Это не просто прийти на дискотеки, подергаться и показать, как ты классно владеешь телом. Это искусство. И в плане профессии хореографа это очень важно понимать, что ты должен что-то этим говорить. Ты должен не просто показывать свое прекрасное я, внешность, ты должен что-то доносить. И ребятам это понравилось, именно это их зацепило, и именно по этой причине они пришли на вторую школу, где мы уже учились не просто механически танцевать, а именно самим делать постановку, выносить ее на общий суд вовне. И заручились такими эмоциями. Хотим делать третью танцевальную школу уже в рамках проекта или дальше. Я не знаю, как это получится, но то, что мы будем танцевать, это точно. И быть наставником для меня оказалось очень интересно и очень важно, потому что самая большая радость это когда ты видишь, как твои ребята развиваются. Проект «Человек-место-вещ» реализовывался в 2015 году в городе Черняховске с молодежью. Был создан для того, чтобы молодежи города Черняховска и Черняховского района помочь определиться с тем, что им интересно, выбрать какие-то любопытные для себя занятия. И мы не ставили себе задачи может быть сразу помочь им определиться с профессией, потому что прежде чем выбрать свою дальнейшую судьбу, необходимо понять, что тебе нравится вокруг и чем ты готов заниматься. Проект был сделан для того, чтобы помочь ребятам попробовать эти вещи, реализовать самостоятельно, сделать что-то, попробовать организацию мероприятий, экскурсии. Мы хотели создать такую систему неформальной профориентации для ребят. И я думаю, что почва для проекта есть, для дальнейшей его реализации. У нас наладилось сотрудничество с Центром занятости, мы поучаствовали во множестве экскурсий, мы приобрели новых партнеров и друзей, которые готовы нам помогать, создавать в нашем городе для ребят среду, для того, чтобы им было здесь интересно. На мой взгляд, проект «Человек. Место. Вещь» он не завершается, а только начинается. И мы будем работать в дальнейшем над созданием неформальной системы профориентации для молодежи. Проект «Человек. Место. Вещь» был реализован на территории Черняховского района. Он поддержан агентством по делам молодежи Калининградской области. В рамках проекта прошло более 50 мероприятий. Около 100 ребят приняло в нем участие. Кто-то начинал с самого начала и закончил наш проект. Кто-то ушел, потому что что-то ему, наверное, не понравилось. А кто-то пришел уже почти к финале нашего мероприятия. Проект «Человек. Место. Вещь» что это? Это для ребят возможность узнать себя, познать, попробовать. Потому что ребята были на различных экскурсиях и в Калининграде, и в Гусеве, и в нашем Черняховске. Они посмотрели наш город, и нам очень хотелось, чтобы они полюбили этот город, чтобы они его сделали таким, каким они хотят его видеть. И при этом реализовывали сами себя, чтобы они не уезжали из этого красивейшего города, отучившись, вернулись обязательно к нам обратно. Конечно, очень жалко, что проект заканчивается, что он подходит к концу, но я думаю, что та идея, которая родилась у нас в рамках проекта, она будет продолжать, она будет работать. И у нас есть мечта сделать из этого, наверное, уже программу. И вы не раз еще услышите слово «человек» вместо «вещь». Что для меня «человек» вместо «вещь»? Ну, человек – это личность, которая живет в городе. Место – это где живет, и место – это должно быть красивым, удобным. Место, где он работает, работа должна быть ему приятной. И вещь – это та вещь, с которой он работает, та вещь, с которой он делает город лучше, та вещь, которую он изобретает, та вещь, которую он сам в себе находит и реализует. Большое спасибо нашему молодежному объединению «Штабик», ребятам, взрослым, которые реализовывали этот проект. Большое спасибо месту, где реализовался этот проект. Это и замок Инстербург, замок Георгенбург и Веранда. Три очень интересные площадки. Думаю, что они будут развиваться, и у нас теперь есть молодые ребята, которые будут нам помогать делать наш город лучше.